230 образовательных учреждений планируют построить в Московской области к 2020 году в рамках президентской программы. Это серьезный масштаб как по деньгам, так и по организации учебного процесса, отметил губернатор Андрей Воробьев, который посетил Видновский художественно-технический лицей. Каждый год в подмосковных школах прибавляется количество учащихся, и важно, чтобы дети получали знания в комфортных условиях. Президент в своем послании указал на важность ликвидации второй смены. И в этом году пойдет на 30 тысяч школьников больше. В прошлом году ситуация была примерно такая же. На 7,5 тысяч первоклассников мы ожидаем увеличения в Московской области в 2017 году. Строительство школ – одна из основных задач Подмосковья, но еще важно, чтобы в них преподавали высококвалифицированные педагоги. Сегодня область находится в пятерке лучших регионов по качеству образования, а должна оказаться в тройке лидеров. У нас в школах должны работать учителя, которые любят свою работу и знают ее, которые уважают детей, обязательно прислушиваются к мнению родителей. Учитель не тот, кто учит. Учитель тот, у кого учатся. И сегодня учитель обязан быть современником, учеником. Поставленные задачи успешно выполняются в Ленинском районе. К учебному году планируется вот эксплуатацию четырех школ. Более 230 миллионов было потрачено на реконструкцию Видновского художественно-технического лицея. В новом здании, которое пристроили к основному, теперь разместят учащихся начальной школы. Это более 500 человек. У нас здесь умещается свободно 16 классов, еще два кабинета информатики, отдельная изо-студия, кабинет технологии больше 80 квадратных метров, спортивный зал отдельный свой, кабинет психолога с сенсорной комнатой. Новое учебное здание построили на территории Володарской школы, благодаря чему также ликвидируется вторая смена. Еще одним объектом, где проведена масштабная реконструкция, является школа номер 2. Там появилась пристройка с современным спортивным залом, мастерскими и медицинским блоком. Готова принять детей и новая школа номер 11. Уже сформируен педагогический коллектив, но возникли другие трудности. Сама школа физически готова практически на 97%, но вопрос по подключению к качественным сооружениям, к которым она должна была быть подключена, он все-таки отложен на определенный период. Беспокоиться нечего. Все те детишки, которые записались в 11-ю школу, будут обучаться в 10-й школе, педагогическим коллективам 11-й школы, для того, чтобы после решения вопроса по вводу ее в эксплуатацию, благополучно с какой-то четверти перейти и сразу же учиться в 11-ю школу. Сегодня основная задача – как можно быстрее решить все вопросы и открыть данную школу. Ирина Бокова, Константин Брылов, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.